Наша борьба с лишним весом продолжается. Неделю назад мы провели тренировку с медицинским мячом, побывали вместе с Женей на процедуре и выявили новую победительницу недели. На этот раз ею стала Елена. Ну а сегодня мы продолжаем двигаться к цели. Девочки, здравствуйте. Мы сегодня не просто так с вами встретились не в спортзале. Задача сегодняшнего эфира показать людям, и вам в том числе, в том, что отдых не должен быть сидя на диване, отдых должен быть активным. Не так, как обычно мамочки сидят, дети прыгают вместе с детьми, пошли развлекаться. Да, поэтому сегодня мы находимся в мегадоме. И сегодня не будет тренировки, можете радоваться, но будет активный отдых. Так что не переживайте, калории вы тоже потратите. Но для начала, как всегда, контрольное взвешивание. На этой неделе все участницы скинули по килограмму. Ну, давайте по-быстрому пройдемся по вашим грешкам. Если они есть, Лена, рассказывайте, по меню все или нет? На тренировки ходим как? Я тренировки посещаю, строго действую по меню. Никаких грешков пока не замечено. Понятно. Елена? Питание по меню. Все строго? Да. Так, Катя? Все хорошо, все по меню. Строго? Да, строго. Хотелось, конечно, съесть какого-то пирожного, но сдержалась. Прям удивляешь. Катя вернулась на двух-трехнедельный результат. Но это мало достаточно, поэтому, Катя... Будем стараться еще дальше. Евгения? Мне тут всегда все по меню и никаких грехов нет. Ничего интересного, короче, с вами. Сегодня каши не сваришь. Все такие молодцы, я аж не могу. Но ничего, сейчас мы вас нагрузим. Что делаем? Сейчас мы идем на батуты. Влад, спасибо большое, что принимаете нас здесь. Есть, я так понимаю, какие-то инструкции по поводу эксплуатации? Поведение на аттракционе, да, конечно. На батут заходит только один человек на одно полотно. Хорошее настроение, правило, наверное. Да. Есть какой-то секрет, как потратить много калорий на батуте? Конечно. Какой? Есть специальные упражнения для этого. Серьезно? Да. Покажете? Покажу. Да-да, именно упражнения. Отдых может и должен быть активным. Самое первое упражнение перед входом на батут – это разминка. В принципе, ее можно было сделать как до, так и во время уже прыжков. Это растяжка мышц, потому что во время прыжков на батутах – это задействованы все мышцы тела. То есть, ну, самое обычное, что из этого можно сделать – это подпрыгивать и колени к тянуть к плечам. Второе упражнение тоже совсем простое. Брыжки вот так вот на ноги и обратно наверх. Многие, конечно, начали переживать, выдержит ли их батут, поэтому сначала с опаской выполняли упражнения. Но не прошло и пяти минут, как наши участницы забыли о страхах и с большим удовольствием вспомнили детство. Дина решила, активный отдых и тренировка – это одно целое, поэтому быстро придумала ряд упражнений на батутах. Значит, девочки, руки согнули в локтях. Помните, ну, круговой было обратное отжимание на трицепсы. Отталкиваемся руками. Руками отталкиваемся. Девочки, я предлагаю сделать вот такое упражнение. Это отличное упражнение для мышц стабилизаторов, также для мышц кора и для наших ножек. Для этого мы раскачиваемся, падаем на колени и попытаемся обратно встать. Следующее упражнение. И боб будет сделать сложнее. Почему? Потому что без напрыжки это делаем. Попытаемся, потом мы будем это пытаться сделать в зале без батута. Спинка всегда ровная. Ап, встали! Берите на вооружение, что может быть лучше активного отдыха, который помогает сжечь еще пару сотен калорий. Девочки, ну калории скинули. Самое время разыграть приз этой недели. По традиции мы не говорим, что это такое. Сначала разыграем. Итак, задача перейти поролоновую яму. Кто покажет лучшее время, забирает приз недели. Если вдруг кому-то кажется, что это очень просто, придите в Мегадом и обязательно попробуйте. Начали! Кроме борьбы были и слезы. Я подресчитала или свои возможности, или силы, не знаю. Ну эмоции вы видели, я эмоциональный человек. Пытаюсь иногда сдержать это, но не всегда это получается. Ну вот, снова победили. Лена. Ну а мы пока расскажем и покажем вам, как прошел ее мастер-класс у Лады Гончаренко. Леночка, мне очень приятно с вами познакомиться. Сегодня я предлагаю вам сделать макияж, который подойдет идеально на каждый день. Его легко трансформировать в вечерний. Самое главное, он подходит именно вам. Я предлагаю вам сделать так. Я буду работать на левой половине вашего лица, а вы на правой. Договорились? Да. Переходим к базе. База нужна для того, чтобы заполнить поры, мелкие морщинки, выровнять поверхность кожи, а также с базой всегда макияж держится намного дольше. И в течение дня вы забудете о том, чтобы его поправлять. Советую наносить базу руками, кончиками пальцев, потому что она разогревается на нашей коже и потом действует эффективнее. Конечно, у меня не так, как у нас получается. Ну, все отлично. Я справилась? Да. Хорошо. Так, переходим теперь к консилеру. Консилер нужен для того, чтобы подать нужные нам части лица вперед, высветлить темные круги под глазами, перекрыть мелкие недостатки. Консилером мы рисуем схему. Лада поделилась своими секретами с Еленой. Рассказала, как правильно наносить тональную основу, консилер, бронзатор и хайлайтер. Какие средства необходимо иметь в своей косметичке и какой макияж сейчас в тренде? Так, вторую сторону вы. В моде всегда красота, которая связана со здоровьем. Это акцент на здоровую кожу, на легкий румянец. Вот, хайлайтер, опять же, это, конечно, он останется еще какое-то время в тренде, потому что очень он используется и на Западе активно, и у нас тоже, поэтому без него никуда. Вот, если вы еще не приобрели, обязательно не думайте, что скоро он выйдет из моды. Для того, чтобы правильно нанести румяна, есть один секрет. Мы немножечко улыбаемся, и румяна наносим на яблочки щечек. Теперь переходим к самому интересному. Это всеми любимое скульптурирование, когда мы рисуем на лице тени. Для этого мы берем бронзатор и начинаем вырисовывать наши скулы. И третья линия – это линия подбородка. Мы визуально, у нас получается такой лифтинг-эффект. И это помогает, опять же, визуально скинуть еще пару килограмм. Всех обмануть. У вас хорошо получается. Не будьте моей конкуренткой. С чем она мне надо? Давайте наверх. Ну, свою работу, конечно, тяжело оценивать. Ну, я думаю, на 4 с плюсом я справилась. Вот у меня после макияжа уже было желание такое сразу побежать в магазин и прикупить много новиночек для того, чтобы использовать в своем макияже. вам понравилось? Да, мне очень понравилось. Спасибо вам большое. Обращайтесь. Ну, а мы возвращаемся в мегадом. На батутах Дина не остановилась. Заставила всех еще и на ролики встать. Что, наша команда трудностей Дина точно не боится. Я смотрю, мы уже все на роликах. Пришло время объявить нашу победительницу и приз этой недели. Елена, в очередной раз вы побеждаете. Мы вас поздравляем. Спасибо. И приз этого выпуска вы пойдете на сеанс прессотерапии в салон красоты «Королева». Спасибо большое. Сегодня просто эмоции переполняет. Это было все здорово. Все очень-очень понравилось. Можно каждый день устраивать такие тренировки. Мне кажется, что мы даже вернулись в свое детство в то беззаботное такое, потому что батуты, когда прыгаешь, бесишься, дурачишься, ролики, можешь себе тоже, ну, к сожалению, еще не можешь себе позволить полную скорость, но опять же, почувствовать себя ребенком беззаботным, беззащитным таким и кататься себе в удовольствие. Этим экспериментом мы с Диной хотели показать и доказать, что невозможное возможно. Даже еще пока с лишним весом можно почувствовать себя легкой, прыгая на батутах. И даже если вы раньше никогда не стояли на роликах, можно этому научиться, сколько бы лет вам не было. Главное – захотеть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова